Подготовишься и сделаем нормально. Если не получится, пойдешь на улицу. Давай, все, куда мы смотрим? Я смотрю, привет. Давай, Гарри. Привет. Привет. Вань. Да. Считаешь ли ты себя серьезным человеком? Я думаю, нет. Потому что, мне кажется, под обычное определение серьезного человека я не попадаю совсем. Ну, твой внешний вид говорит именно об этом. О том, что ты серьезный человек? Нет, ты совершенно не серьезный. Ты абсолютно творческая личность. Я, правда, ничего еще не создал, но мне хочется, мне приятно услышать это. Как комплимент звучит. Ну, многие отмечают твой стиль, твой вкус. Многие? Многие, я слышал. Не так много человек меня видели в неформальной обстановке. То есть, тебя знают как парня в шортиках и маечке? Ну, конечно. Этот образ уже не выбить ничем, понимаешь, когда тебе сто раз видели в одном, а потом ты раз и вот такой вот. Это же граничит с фурором, мне кажется. Ну, подожди. Ваша спортивная составляющая. Вы же после соревнований едете в какие-то клубы, какие-то презентации, какие-то мероприятия. Между собой вращаетесь. Вы же не ходите постоянно в шортах и в майке. Ну, на самом деле, вот у спортсменов таких экстравагантных видов, если мы будем сравнивать бадминтон с футболом тем же или там, я не знаю, баскетболом. Наш любимый Денис Родман. Таких спортсменов в бадминтоне нет. Все интервью даются очень так, знаешь, азиаты в спортивном в основном. То есть народ абсолютно не заморачивается. Наверное, тоже это как-то надо, наверное, менять, мне кажется. То есть если мы будем сравнивать с Америкой и со всеми другими главными лигами, наверное, бадминтон это тоже надо привлечь как-то, чтобы в интервью человек именно имел возможность. Просто не всегда она появляется, потому что ты же после игры, то есть это да. А если едешь на какую-то презентацию, то надо быть не в спортивном точно. Но это консерватизм такой привили азиаты исторически, потому что это 85% играющих. Да, скорее всего, скорее всего. При том, что они единственные, где можно увидеть спортсменов прямо в такой, знаешь, как сказать, при параде. Это только вот ворлд тур, финал, когда у них есть галладинер этот, бал, они все выходят, девушки в платьях, парни смокинги там или более что-то экстравагантное. Единственное, и мне интересно на самом деле посмотреть, когда он проходит, мне вот более интереснее смотреть, во что они одеты, чем как они играют. Это что же как-то о человеке говорит? Ну, может быть, у профессиональных бунтонистов есть личные стилисты, которые за них решают, во что им одеться и как им одеться? Нет у них стилистов. То есть все сами? Как тебе чувствуют? Мне кажется, да. Мне кажется, да. Линдан, наверное, одно время это как-то пытался, может быть, в это все войти. Потому что, ну, все-таки реклама, реклама всех главных брендов Китая и какие-то обязательства все равно присутствуют. А что насчет тебя? Стучат ли спонсоры в твою дверь? Конечно. Ты просто не открываешь ее? Я просто никому не открываю. Мне родители научили так. Правильно, незнакомые люди? Конечно. Более какие-то незнакомые. Я с незнакомыми не разговариваю, не открываю. Как получилось, что ты разговариваешь со мной сейчас, съешь? Ну, не первый раз. Увидимся. Так сказать. Свидимся еще. И свидимся, наверное, да. Ну, все. Нет, это такое начало. Иван. Значит... Давайте называть меня Иван. Я не могу. Ты понимаешь, что мы сейчас народ обманываем? Называет ты меня вот как? Как ты меня называешь? Ванечка. Ванечка, вот все. Мне привычнее будет сразу. Я себя некомфортно чувствую.